Добрый день! Мы продолжаем лекцию по истории мусульманской Испании и поговорим мы с вами про общество Аль-Андалуса. Сначала несколько общих моментов. Чем определялось положение человека внутри андолуфийского общества? Ключевым пунктом, главным, была именно конфессиональная принадлежность, что, кстати, во многом объясняет структуру этого эпизода. Дальше мы будем говорить отдельно про мусульман, христиан и иудеев. Собственно, конфессиональный признак здесь оказывается ведущим, главным решающим. За ним идёт этническая принадлежность, но это было важно разве что в ранний период. То есть, к кому там относится человек? Относится он к арабам, к старым берберам, к новым, к местному населению, к славянам, к чёрным рабам и так далее. Гораздо более важной оказывается племенная и клановая принадлежность, поскольку вот эта племенная структура, как я надеюсь было понятно из рассказов про Кордовский эмират, Кордовский халифат, эта племенная структура оказывается непреодолённой на протяжении почти всего Средневековья. И что, собственно, и становится причиной постоянных восстаний, причиной нестабильности, причиной очень малого запаса прочности политической структуры того или иного эмирата или халифата. Дальше по убыванию идёт правовой статус, то есть свободный, несвободный. Причём это именно, да, это с одной стороны важно, а с другой стороны оказывается вполне преодолимо. То есть вот мы ещё будем говорить о том, что там Сакалиба, это изначально рабы вообще-то, да, раб может стать кем-то ещё. Ну и материальное положение, конечно, важно что-то говорить, но с другой стороны скорее производное значение, чем какое-то основное. Перейдём к разговору о мусульманах. Ну, здесь как? Формально, вот это важно, формально все правоверные равны друг другу. Фактически некоторые ровнее. Здесь включаются процессы социальной дифференциации и имущественной. Вот здесь, да, здесь имущественная дифференциация начинает играть. Потому что в этническом составе вы видите, да, основная тенденция – это сближение существующих этнических групп, их взаимном проникновении диффузное, их ассимиляция. Понятно, что серьёзнейшим образом заближаются арабы, имениты и мулади, то есть местное мусульманское население, те же готы, принявшие ислам. И уже к X-XI векам появляется такая самоидентификация – андалусийцы. Сакалиба, которые достаточно долго остаются хранителями какого-то славянского самосознания, теряют его уже к XII веку. И сама категория Сакалиба к XII веку теряет своё значение было. Соответственно, поскольку мы говорили, что силой андалусийской культуры было последовательное утверждение ислама и, следовательно, арабского языка, то есть это монолингвистическое, моноконфессиональное, то население андалуса последовательно арабизировалось. Это было очень заметно. То есть, если сравнить, скажем, кладбищенскую эпиграфику XII века, не XII века, не XII века, с одной стороны, и XII века с другой, мы увидим, насколько меняется конфессиональный, лингвистический ландшафт в сторону арабизации, в сторону арабизации бывших христиан. Соответственно, наследие кочевых племён, кочевых времён, точнее, это высокая социальная мобильность. Это, в принципе, одна из отличительных черт общества аль-Андалуса, где раб может со временем выкупиться и стать таким хотите, хоть и миром. Ну, и миром, отрежь, редко, хотя вот в случае сакалиба, пожалуйста, водителя Тайфа Дэнии, это бывшие рабы. Вот. Но раб может стать военным, раб может да кем угодно, на самом деле, да, то есть, это непреодолимая черта, как это было бы, скажем, в римском обществе. Вот. Но при вот этой высокой мобильности начинает выстраиваться система дифференциации культурной. и социальной дифференциации, не столь культурной, а говорилось, сколько социальной дифференциации, когда выделяется знать, такая элита, да, выделяется простой народ, ахль. Как я уже говорил, очень развита система рабства и работорговли. Торговля идет по всему Средиземноморскому бассейну, и, собственно, арабы, испанские арабы, не просто продают, но и активно покупают себе рабов. Вот. Именно рабы задействуются в ремесле, в торговле, реже в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство это удел свободных людей, чаще всего. часто задействуются на военной службе, и благодаря во многом вот этому, да, благодаря тому, что рабы часто воюют и, как бы сказать, действуют как воины, да, вот, стоят на службе в армии, они получают возможность продвинуться вверх по социальной лестнице. А при этом, когда приходят аль-маравиды и аль-мархады, получается любопытная картинка. Местное население, которое, да, делится на старых берберов, новых берберов, мулади, арабов, химинитов и там еще черт знает кого, местное население внезапно понимает что пришли чужаки. Да, у них тоже Коран, да, они наши виновецы, но что-то они какие-то не те. И начинается отстраивание с одной стороны себя, а с другой стороны образа другого, да, себя местное население начинает называть андалуси, а всех пришельцев подряд под одну гребенку берберы. Берберы это искаженное греческое, ну, латинское барбарои. Варбары. Берберы. Говорят непонятно как. Перейдем к христианам. Христиан в Арандарусе было много. Называли их по-разному, но основные названия это масарбы, это арабского мус-тараби, то есть подобные арабам, но не арабы. Масарбы неверные или назовеи ахталь-китаб, то есть люди книги, ну, по-разному. Им дозволялось исповедовать собственную веру, их не принуждали переходить в ислам, а правда налагали ряд ограничений. Смотрите, да, они перечислены, это уплата знаменитой подати джизья, поземельной подати харадж, это запрет носить оружие и ездить верхом, от требований носить особую отечту, это запрет наследовать правоверным, запрет иметь рабов-мусульман, запрет брать в жены мусульманок, хотя отметим мусульмане-христианок в жены брали довольно активно, запрет строить новые храмы, при том, что старые зачастую отнимались под мечети, новые строить было нельзя, запрет совершать какие бы то ни было религиозные церемонии, в том числе погребения, да, вне стен церкви, только внутри, в здании, запрет звонить в колокола, ну и, разумеется, запрет на негативные отзывы об исламе и о пророке. Если кто-то из слушателей читал, ну хотя бы пролистал книгу приговоров безгодскую и вспомнил бы сейчас 12-ю книгу направленную против иудеев, то этот кто-то увидел бы насколько схожа вот эта регламентация, да, насколько схожи требования, которые мусульмане выдвигают к христианам с теми требованиями, которые христиане обращали к иудеям в своё время. То есть, по сути, эти требования такой развернутый месседж, что ты, дорогой, можешь верить во что хочешь, хочешь христианин, оставайся христианином, но ты пойми, что гораздо выгоднее, выгоднее, спокойнее тебе принять религию пророка и тогда можно и не платить джизью, тогда можно не носить особую одежду, тогда можно на ком хочешь жениться и кому хочешь наследовать, да, а в противном случае, ну, ты всегда оказываешься на обочине вот этого всего. Соответственно, при этом христиане пользовались самоуправлением, вы видите, да, христианские общины возглавлял человек в ранге кумис, то есть комит, у христиан было свое судопроизводство по Вестготским законам выстраивавшееся, как они говорили, мы не знаем, у нас нет источников по устной речи масс-арабов, но то, что в делопроизводстве в основном использовался диалект арабского языка, это правда, в основном арабский язык разве что с большим, чем у самих арабов, с гораздо большим вкраплением туда латинских слов. Дело дошло до того, что даже, видите, Хафс Аль-Кутима прозвищу год делал арабский перевод в Саут-Хиле для того, чтобы можно было служить мессе, но по-арабски. Активнейшим образом развивалась религиозная жизнь. Вот она била ключом. С одной стороны, как вы видите, передавалась уже во многом по наследству, передавалась позиция клирика. Не всегда по наследству, но очень часто. клирика, я имею в виду, любого, да, ебископа, эсфитер, диакон, чтец. И представители духовенства чтились, как высокопоставленные лица. То есть, это просто элита мусарабского общества. Часто, регулярно собираются соборы, поместные, конечно. Постоянно ведутся диспуты, распространяются ереси, с ними надо немедленно бороться. И все вот это в, как сказали бы сейчас, в очень токсичном окружении ислама. Потому что это окружение, сейчас я покажу на примере, очень многих мусарабов соблазняло таки, вот это постоянное давление со всех сторон, да, соблазняло перейти в ислам. Собственно, смотрите, какая штука. Когда в 40-х, 50-х годах 9-го века эмиры начинают разворачивать репрессии против христиан, пока еще не жесткие репрессии, но усиливается давление на христиан. Многие христиане, дабы избежать этого давления, понимая, что, в общем, давно пора, и все, принимают ислам. Это очень сильно встревожило группу христиан, которую возглавлял пресс-витер, кордовский пресс-витер по имени Евлогий. Вот, и они задумались над тем, а как можно противостоять вот этой вот политике ислам, да? И ответ был найден, в общем, ведь главное оружие христианина, как вы понимаете, это пассивное сопротивление с последующим прославлением, желательно. Главное оружие христианина это мученичество. И Евлагий, а также 10 человек еще выходят на добровольное мученичество, то есть, они буквально вынуждают арабов похватать их и посадить по тюрьмам. Ну, и, соответственно, пытать, да, Евлогий не переживет, он скончается в тюрьме, соответственно, создатель, его тексты будут потом продолжены и закончены другим коллегой, Павлом, Альваром таким, вот, но это будет единичным выплеском вот этого середины 9 века. Это будет единичным выплеском, причем единичным и во времени и в пространстве, это будет ограниченно кордовый. И вроде бы все затихнет, христиане продолжат постепенно арабизироваться, переходить в ислам, и как бы оно пошло дальше, никто не знает, но только пришли альмаравиды. Пришли альмаравиды в конце 11 века и развернули программу репрессии по религиозному признаку. Практически все христиане очень быстро покидают Андалус и переходят на христианские земли. Итогом, как бы сказать, результатом религиозных репрессий альмаравидов становится религиозная же консолидация христиан, христианских королевств и, собственно говоря, реконкиста, мы об этом еще будем говорить, как раз вот с конца 11 века приобретает характер священной войны, чего не было до того. Но давайте продолжим говорить об обществе и поговорим про иудеев. Собственно, иудеи. Здесь тоже сохраняется право исповедовать свою религию, но при этом иудеи обязаны носить особую одежду с знаком, с желтой звездой. Мужчины обязаны носить на шее кольцо, чтобы их можно было отличить от правоверных не только в одетом виде, но и в раздетом, то есть в бане. Но, несмотря на это, гнет, как бы сказать, гнет иудеев был несопоставим с теми ограничениями, которыми подвергались христиане. Во многом это было, наверное, такой благодарностью исторической от арабов евреям, потому что, когда арабы в 711-м вторглись на Пиренейский полуостров, целый ряд крупных городов им сдали представители еврейской диаспоры, просто открывая ворота. Понятно, почему они это делали. При везготах себя чувствовали, евреи себя чувствовали, мягко скажем, не очень хорошо, не сказать просто плохо, да? При арабах им стало гораздо легче и гораздо лучше, поэтому их поведение вполне понятное и укладывается в схемы. Обратите внимание, что евреи тоже крайне редко занимались сельским хозяйством. В основном это финансы, ремесла, торговля, плюс вот эти самые свободные профессии, то есть врачи, астрономы, переводчики, писатели. Про крупнейших представителей культуры я говорить не буду, вы их так видите, в общем, здесь достаточно просто немножко почитать. А мы сейчас закончим говорить про общество и перейдем к разговору про экономику и культуру. Спасибо за внимание. Спасибо Продолжение следует...